В эфире Абхазского телевидения информационный выпуск Амшик Шара. Здравствуйте. Состояние здоровья главы государства удовлетворительное. Аслан Бжаня чувствует себя хорошо, получает необходимое лечение в полном объеме. Об этом сообщил начальник управления по связям со СМИ администрации президента Алхаз Чулоква. У Аслана Бжаня выявлен коронавирус. В соответствии с санитарными инструкциями глава государства ушел на самоизоляцию и исполняет свои обязанности дистанционно. Президент находится в Абхазии, в официальной резиденции в Сухуми. Диагноз коронавирусной инфекции подтвержден и у премьер-министра Александра Анкваб. Как сообщает пресс-служба Кабинета министров, забор биоматериала у главы правительства был осуществлен 29 декабря. А 30 декабря ПЦР-диагностика выявила наличие вируса. В избежание распространения возможного заболевания со дня сдачи материала премьер-министр находился на самоизоляции. Александр Анкваб чувствует себя нормально. Из симптомов – субфебрильная температура. По словам специалистов, болезнь протекает легко. Госпитализация не потребуется. Проект закона о республиканском бюджете на 2021 год не принят во втором чтении на состоявшемся заседании сессии парламента. Комитету по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам поручено его доработать с учетом поступивших поправок и внести на рассмотрение парламента. Всего на заседании было рассмотрено 16 вопросов в повестке дня. Депутаты внесли изменения в некоторые законодательные акты в части регулирования налога на добавленную стоимость. В соответствии с изменением, вносимым в таможенный кодекс в случае ввоза в республику товаров таможенные платежи, по которым составляют не менее 50 тысяч рублей, предусматривается беспроцентная отсрочка уплаты таможенных платежей. При этом отсрочка не может превышать трех месяцев со дня принятия таможенной декларации. Решением депутатов парламента внедрение автоматизированной судебно-информационной системы АСИС в судах Абхазии отложено до 1 июля 2020 года, так как в бюджет Верховного суда не заложены средства на установку оборудования. Речь идет о трех миллионах рублей. На заседании сессии парламента также была утверждена кандидатура заместителя председателя Верховного суда Ады Касланзея. Закон об оружии был принят во втором окончательном чтении. Нормы закона определяют правила хранения, приобретения, продажи, отчуждения и наследования огнестрельного, нарезного, гладкоствольного, автоматического и короткоствольного, холодного и метательного оружия. Закон также разделяет оружие в зависимости от цели использования на гражданское, служебное, боевое, ручное, стрелковое и холодное. Согласно проекту закона, он должен был вступить в силу с 1 января 2021 года. Однако, по решению депутатов, закон станет действительным с 1 марта 2021 года. До этого срока депутаты обязались внести в закон некоторые поправки. За заслуги в педагогической деятельности, обучении и воспитании подрастающего поколения указом президента Абхазии Аслана Абжаня почетного звания заслуженный учитель Республики Абхазия удостоены Марина Абгадж, Римма Барциц, Алла Делба, Заира Кутелия, Тамара Скидина, Зинаида Тужба. Президенты Абхазии и России поздравили друг друга с Новым годом и Рождеством Христовым. Поздравление Аслана Абжаня в частности отмечается, что уходящий 2020 год был трудным не только для двух стран, но и для всего мира. Несмотря на сложности, вызванные пандемией, Республика Абхазия и Российская Федерация развивали активное сотрудничество по многим направлениям. Аслан Абжаня заверил президента России в том, что руководство Абхазии будет прилагать все усилия для реализации двусторонних соглашений, достигнутых в ходе содержательных переговоров. Владимир Путин в своей поздравительной телеграмме отметил, что в уходящем году отношения Абхазии и России, основанные на принципах союзничества и стратегического партнерства, развивались в конструктивном ключе. Президент России подчеркнул, что рассчитывает на продолжение совместной работы по наращиванию всего комплекса двусторонних связей на благо двух народов в интересах упрочения региональной безопасности и стабильности. С наступающим Новым годом и Рождеством Аслана Абжаня поздравил и премьер-министр России Михаил Мишустин, который выразил уверенность, что в 2021 году многоплановое сотрудничество двух стран продолжит расширяться, обеспечивая благоприятные условия для запуска новых перспективных инициатив. Это в полной мере отвечает интересам Российской Федерации и Республики Абхазия. Для энергетика в Абхазии в 2020 год оказался одним из самых сложных за все послевоенное время. Перегруженность сетей, жесткий график верных отключений, аварий на подстанциях, майнинг криптовалют. Из-за всего этого жители республики подолгу оставались без света. На сегодняшний день удалось снизить нагрузки. Как руководству Черноморэнерго удалось это сделать и какая работа в этом направлении ведется сейчас, выяснила наша съемочная группа. Репортаж Кугуцы в Ардане. Никогда в Абхазии не было таких проблем со светом. Никогда наша республика не потребляла столько электричества, ответят вам специалисты. Сейчас мы находимся на подстанции Сухум-1. Здесь произошла одна из крупнейших аварий в истории энергосистемы страны. Вот это новое оборудование установили его совсем недавно. Вот вы видите цифры. То, что горит красным, это означает, что нагрузка немного превышена. А там, где цифры зеленого цвета, нагрузка стабильна. Но в этом году, кажется, все оборудование энергосистемы республики было выкрашено в красный цвет. На территории Абхазии 42 подстанции. И только 8 из них находятся в нормальном состоянии. Для остальных нагрузки очень опасны. Это даже не считая электросети, идущие в города и районы, а также трансформаторы. Электрики неустанно повторяют, что энергосистема республики в критическом состоянии. Поэтому, предвидя ситуацию, вопрос о том, что может произойти с наступлением холодов, энергетики обсуждали еще летом. Оборудование на многих объектах в 80-х, а то и 70-х годов производства. Необходимо тратить деньги на то, чтобы привести в порядок даже элементарные вещи. Это по технике безопасности на подстанциях поставить нормальные ограждения. Доступ, закрыть двери, где поставить. Это все накапливалось годами. Несмотря на все усилия, избежать графика верных отключений в этом году, как и прежде, не удалось. С 15 ноября свет выключали три раза в сутки по два часа. Но такой режим действовал недолго. За 10 дней график отключений удалось сократить на два часа, затем еще на четыре. Были и внеплановые отключения, связанные с перегруженностью сетей. Вообще у предприятия год выдался тяжелый изначально, потому что пандемия, как и на всех других отраслях и на энергетике, сказалась в том плане, что не было поступлений. К июлю месяцу здесь был практически нулевой счет. Вот представьте, да, мы где-то в 20-х числах приступили к работе. В первых числах нам надо было выплачивать зарплату и по сметам в районах и так далее. Текущие расходы, только текущие расходы, порядка 23-24 миллионов рублей. Это как минимум. В связи с перегруженностью сети участились аварии на подстанциях и воздушных линиях. Звуки сирены в диспетчерской Черноморэнерго, знаменующие об отключении электричества в каком-то из районах, в этом году практически не умолкали. Вся ответственность за происходящие была возложена на майнеров, добытчиков криптовалюты. В это же время вышло постановление правительства о мерах по регулированию деятельности по добыче криптовалют. Была создана рабочая группа из сотрудников МВД совместно с представителями районных учреждений энергосбыта. За время рейдовых мероприятий силовиками было обесточено немалое количество криптоферм. Ничего плохого в самом майнинге нет. Просто наша энергосистема не может дать столько энергии, сколько сегодня мы стараемся потребить. И если бы все происходило законно, на легальных основаниях, вот почему я считаю, что совершенно справедливо верным было решение о разрешении деятельности при запрете ввоза. Потому что те, кто хотел работать в правовом поле, с учетом тех условий, которые выдаст наш технический совет, с учетом того же допустимых нагрузок, оплачивая необходимые платежи за электроэнергию, чтобы то же предприятие могло как-то решать свои хотя бы повседневные вопросы. Мы могли бы еще как-то эти нагрузки перераспределить, чтобы это было не в ущерб. Но когда это происходит, что это майнер будет, что это человек, который имеет трехфазный ток в жилом доме и при этом не получил тех условий. Это все лишняя нагрузка, это очень серьезная нагрузка на изношенную, серьезно изношенную энергосистему Абхазии. По словам Михаила Логу, к людям должно прийти понимание, что если не сохранить энергосистему, то заниматься добычей криптовалют на территории Абхазии станет невозможным. И уже не важно, легально или нелегально. Несмотря на отключение и опломбирование криптофермы, некоторые добытчики криптовалюты старались подключиться повторно, так как соблазн продолжить свой бизнес велик. Курс биткоина в последнее время стремительно растет. Трудно человеку, говорят, очень высокий курс, как он называется, биткоин, очень высокий, он еще на нашу голову ко всему поднялся. И, наверное, трудно человеку устоять от соблазна. В дополнение ко всем мерам, принятым по борьбе с добычей криптовалют на территории Абхазии, совсем недавно вышел приказ председателя Государственного комитета Абхазии по связям, массовым коммуникациям и цифровому развитию Беслана Халваш о введении ограничений, связанных с деятельностью по добыче криптовалют. До 1 июня 2021 года в информационно-телекоммуникационной сети интернет абонентам временно ограничены возможности использования перечня доменных имен, указателей страниц сайтов и сетевых адресов, позволяющих осуществлять деятельность по добыче криптовалют. Операторам связи поручено провести необходимые технические мероприятия по блокировке доменных имен, указателей страниц сайтов в интернете. Для майнера как свет нужен, так и интернет. Я очень хочу поблагодарить и Беслану Викторовича, и всех операторов связи. Мы встречались, мы общались, и они с пониманием отнеслись к тому, что они встали рядом с нами по-настоящему в той работе, чтобы вот этот Новый год. И вообще я надеюсь, что эта работа наша совместная продолжится. Огромная заслуга операторов сотовой связи в том, что сегодня нам удалось, вот вчера, например, у нас отключений практически не было, позавчера их уже было меньше, вчера практически не было. Надеемся, что и сегодня, и на Новый год мы сумеем сделать так, чтобы все наши люди имели хорошее энергоснабжение в домах. На сегодняшний день нам удалось за счет банковского кредита в какой-то степени пополнить оперативный склад с таким минимально необходимым запасом. Ну, по крайней мере, сегодня мы уже можем реагировать на какие-то аварии, на какие-то вещи. Незадолго до этого генеральным директором Черноморэнерго Михаилом Логуа был подписан приказ о незамедлительном отключении всех действующих ферм по добыче криптовалют на территории Республики Абхазия срок до 29 декабря. Люди на местах, насколько смогли, отработали, и нагрузки стали более-менее приемлемыми, так скажем. Ну, а когда подключились еще и операторы сотовой связи, вот сегодня мы будем анализировать, и вечером мы сопоставим цифры вчерашние с сегодняшними, я думаю, результат будет довольно серьезный. Но, повторюсь, это такая повседневная работа, что у нас, что у операторов связи. Вот мы его сегодня там отрезали, он нашел где-то другое место. Я говорю, опять-таки, вот в этом приказе всех смутило слово «незаконных». В преамбуле не пишется, в названии приказа просто пишется, ну, суть его. А далее все написано именно «незаконных». Ни одного человека пока в Абхазии, другое дело, что ни один человек пока в Абхазии не может на законном основании этим заниматься. По одной простой причине, что даже те люди, которые подали к нам заявление, и чьи материалы находятся у нас на рассмотрении, ни с одним из них пока договор не подписан. Одна из крупнейших аварий в истории энергосистемы страны, как говорят специалисты, произошла в 2020 году на подстанции Сухум-1. Электрики сутками не покидали объект. По словам Михаила Логуа, все эти сложности объединили лучших энергетиков страны. Я считаю одним из наших самых больших достижений, да, вот за время этой работы, что нам удалось вот здесь собрать практически всех, практически всех, кто есть в Абхазии, и всех лучших энергетиков, которые есть в Абхазии. Ну, и вот Резу Платоныч, например, он тоже дистанционно-периодически мы на связи, помогает и советами, и делами. Поэтому вот как бы объединить энергетиков вокруг того, что вот мы должны все-таки, несмотря на все сложности, несмотря на то, что вот в таком ужасном состоянии находится эта система, вот понимание того, что вот мы как единые коллективы, мы должны все это спасти, вытащить, сохранить, несмотря ни на что, несмотря на то, что вот почему у нас были такие вот возмущения у людей, и справедливые, как всегда. Помните, когда свет отключался, включался по 10-20 раз. Если бы мы тогда, после того, как отремонтировали и запустили сгоревшую подстанцию, если бы мы не делали таких отключений, ведь мы все оборудование, которое у нас было, и по инвест-программе, и на нашем складе, вот если где-то что-то полетит, аварийный запас, так называемый, мы все использовали, чтобы быстрее восстановить там энергоснабжение. Если бы у нас, не дай бог, что-то полетело в тот период, мы просто элементарно не смогли бы даже кабель восстановить. Несмотря на все сложности, благодаря слаженной работе все же удалось снизить нагрузки. Но вопрос сохранения энергосистемы страны по-прежнему актуален. Гугл Савардания, Инала Гухава, Абхазское телевидение. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб подписал распоряжение о запрете размещения и хранения на территориях и объектах центральных и местных органов госуправления, республиканских и муниципальных унитарных предприятий, государственных компаний и учреждений оборудования, предназначенного для добычи криптовалют, за исключением размещения под ответственное хранение МВД. Государственным органам и организациям предписано расторгнуть договоры аренды помещений и площадей, применяемых для целей размещения и хранения оборудования для добычи криптовалют, обеспечить незамедлительное освобождение закрепленных за ними территорий и объектов от данного оборудования. В течение 15 календарных дней с даты подписания настоящего распоряжения предоставит в Министерство экономики информацию об исполнении настоящего пункта. За нарушение требований распоряжения руководители госорганов и организаций несут персональную ответственность. Контроль за исполнением распоряжения возлагается на МВД и Минэкономики Абхазии. За весь период пандемии в Абхазии зарегистрировано 114 летальных случаев от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, что составляет 1,2% от общего числа зараженных. По словам главного терапевта страны Анжелы Арчелия, зафиксированный процент смертности намного меньше, чем в других странах. При этом Анжела Арчелия отмечает, что если в республике не будут соблюдаться ограничительные меры, количество летальных случаев будет расти. На данный момент, на вчерашний день, было 8820 пациентов зараженных. Из них было за весь период госпитализировано 2132 пациента, прошли стационарное лечение. Погибло, к сожалению, 114 человек. Это большая трагедия для каждой семьи, для нашего народа, но тем не менее это тяжелейшее заболевание, которое вызывает тяжелые осложнения. И что касается, почему это произошло, такое происходит во всем мире. Вот если смотреть вчерашние данные, то во всем мире происходит рост летальности на 60% вовремя произошел. Это связано, может быть, с тем, что вирус мутировал, связано с тем, что пациенты, может быть, поздно обращаются. И имеется такая прослойка населения, которые там старше 60 лет, которые имеют груз сомантических хронических заболеваний. И поэтому, к сожалению, летальные случаи они-то однозначно будут, несмотря на наши старания. Вот мы анализировали летальные исходы при данном заболевании. То есть с учетом того, что 8820 пациентов было подтверждено ПЦР-диагностикой, из них погибло 114 человек. Это составляет 1,2%, 1,3% от общего количества зараженных. Если сравнить с Российской Федерацией, то там процент смертности 1,8%. Если это Франция, то 2,5%, 2,5%, а в Испании 2,6%. Единственное, что меня всегда смущает, то, что, допустим, в Китае, где началась вспышка, там было 86 тысяч зараженных на 1,5 миллиарда населения. Смертность была высокая 5%, но это были первые люди, которые приняли удар на себя от этой инфекции. Но, тем не менее, смогли локализовать этот процесс. Если мы не будем соблюдать карантинные мероприятия, как положено, заболеваемость будет расти, и летальные исходы тоже будут. Потому что возрастная категория пациентов, если вот анализировать, это в основном пациенты от 60 до 80 лет. Они составляют наибольшую львиную долю спиртных случаев. Это 76 человек из 114. Из пациентов старше 80 лет, это 22 пациента. Остальные – это от 40 до 60. Поэтому, говоря о том, что если мы хотим защитить наших старших, защитить старшее поколение, мы должны соблюдать карантинные мероприятия. По-другому с этим заболеванием пока нигде бороться невозможно. Исключая вакцинацию, конечно. В основном пациенты, умершие от COVID-19, они умерли в стационаре. Но есть пациенты, которые были подтверждены под сердиагностикой и скончались дома, потому что они шире лечатся дома. Есть пациенты, которые погибли, которые в постмортальном, то есть после смерти в стационаре был взят мазок, потому что они поступили в крайне тяжелом агонирующем состоянии, уже постмортально берется мазок. Но в основном это пациенты, которым при жизни было исследование проведено, но и была подтверждена коронавирусная инфекция. В основном это стационарные больные, которые проходили определенную терапию. То есть есть такой термин, как коронавирусная инфекция, неподтвержденная ПЦР. То есть не всегда, к сожалению, ПЦР-диагностика тоже дает ложные, отрицательные результаты. И мы тогда ориентируемся на исследование пациента. Потому что именно коронавирусная пневмония, вызванная пневмонией коронавирусной инфекцией, она отличается от других пневмоний, ее ни с чем спутать практически невозможно. Потому что с учетом, что 8800 с чем-то больных было обследовано, поэтому эту пневмонию с каким-то другим заболеванием спутать невозможно. В данный момент мы стационируем пациентов только средней степени тяжести и тяжелых. То есть с проявлениями уже заболеваний легких, это пневмония, и с проявлениями дыхательной недостаточности. Связано с тем, что количество пациентов возрастает, и пациенты проходят как амбулаторное лечение в большей части, но мы госпитализируем, как во всем мире, только уже с проявлением осложнений данного заболевания. Мы всегда общаемся с коллегами, которые находятся за пределами нашей страны, за рубежом. Приезжали экспертовоз, которые были удивлены тем, что у нас выживаемость пациентов старше 60-ти достаточно высокая, что смертность по их параметрам гораздо ниже, чем в Европе. Я уже озвучила, что, например, смертность во Франции 2,5%, в Испании 2,6%, а в Абхазии, по нашим данным, 1,3%, то есть почти в два раза ниже, чем в Европе. То есть это, наверное, связано мало того, что с генетическими предрасположенностями, и они отмечали то, что за пациентами ухаживают замечательно, то есть с ними работают и родственники, и медработники, то есть теплые отношения тоже играют большую роль. Они оценили, сказали, что у вас хорошее медикаментозное обеспечение, хорошая выживаемость, и есть показатель того, что значит мы правильно работаем. По крайней мере, стараемся работать правильно. Министерство здравоохранения обеспечило Гулрыбшскую, Гагарскую, Ачимчирскую, Туарчалскую, ЦРБ, а также Сухумскую инфекционную больницу новыми рентгенографическими, а также ИВЛ-аппаратами, что позволит более эффективно проводить диагностику у пациентов с COVID-19. Данные аппараты получили медучреждения, которые занимаются лечением пациентов с коронавирусной инфекцией. Репортаж Шазины Ханагуа. Рентгенаппарат Ачимчирской центральной районной больницы вышел из строя два года назад. В условиях сложной эпидемиологической ситуации пациентов приходилось отправлять на обследование в Сухумскую инфекционную больницу. Новый аппарат уже установлен в учреждении, проведены и первые исследования. На самом деле были трудности, у нас не было такой возможности проводить это обследование здесь, на месте. Тем более на сегодняшний день, когда пандемия и не обходится осмотр пациента без рентген-снимков, мы вынуждены были своих пациентов собирать по несколько человек, сажать в машину скорой помощи, отправляли в инфекционную больницу, где стоит флюорограф. И там они проходили это исследование, потом эти снимки приходили нам на телефон, и мы получали информацию. Вот два дня, как нам привезли новую установку «Электрон». Вот, установили его, два дня мы работаем на нем. Пока все понятно, все хорошо, удобно. Очень хорошо смотрятся снимки на экране. И, конечно, мы очень довольны. И хотелось бы выразить огромное спасибо всем тем, кто дал нам такую возможность и облегчил нашу работу. Новое оборудование получила и Тхуарчалская ЦРБ. До этого здесь использовали старый рентген-аппарат, снимки которого были плохого качества. 22 декабря нам привезли рентген-аппарат, 25-го уже приехали и монтировали его, собрали, провели с нами работу, как ввести его в эксплуатацию. И по завершению строительных работ, именно рентген-кабинета, так как боритовая штукатурка еще не завершена, как бы отделочная работа, будет он уже введен в эксплуатацию. Хотелось бы поблагодарить руководство страны, Министерство здравоохранения, мэра города за оказанную помощь. Всем известно, какая проблема с коронавирусной инфекцией. Пациентам удобно будет проходить рентгенографию в районе на месте. 11 сел относятся к нам, и все пациенты обращаются к нам. Поэтому для нас как раз актуально было. Похожая ситуация была и в Гулрыбшской ЦРБ. Благодаря помощи Министерства здравоохранения здесь также установлены новые рентгенографические и ИВЛ-аппараты. Мы получили рентгеновский аппарат перенесной, палатный, так называемый. Но он многофункциональный, очень хороший аппарат. Мы его можем использовать для проведения обследований в таком массовом количестве. Потому что этот аппарат очень хороший. И работоспособность, и хорошее обслуживание. И этот аппарат нужный, самое главное, в наше время. Тем более, когда эпидемия идет, много обследований надо проводить. И этот аппарат очень даже нужный и полезный для нас, для больницы. Дыхательный аппарат мы получили. Этот дыхательный аппарат многофункциональный. Он не только дыхательный аппарат, но и наркозный аппарат. Очень хороший, новый. Это весьма хорошая помощь от Минздрава к нам. Я думаю, что это все будет использоваться. Только на благо. Не только на благо, но очень эффект будет большой. На днях рентгенаппарат получила и Сухумская городская инфекционная больница. По словам исполняющего обязанности главврача медучреждения Астамура Гуния, теперь предстоит провести ремонт помещения, где будет установлен аппарат, а также собрать его. Буквально на днях я получил рентгенаппарат. Его надо смонтировать. И помещение, где аппарат должен стоять, как бы тоже надо оборудовать, чуть-чуть отремонтировать и оборудовать. По срокам не могу сказать. Конечно, в ближайшее время глава города обещал отремонтировать это помещение. Я думаю, что после Нового года в течение недели-двух, наверное, будет сделано. И установим рентгенаппарат. Насчет рентгена у нас особых проблем не было. Вот эта вот установка мобильная, это вот рентгенкомплекс. У нас и стационарные больные, которые лежат, и амбулаторные больные, они спокойно поднимаются и снимают свою грудную клетку. Но это не наше оборудование, это оборудование республиканской больницы. Теперь, скорее всего, они заберут, как мы установим свой рентгенаппарат. На сегодняшний день в Сухумской инфекционной больнице 36 пациентов с COVID-19. Среди них есть и тяжелые. По настоятельной просьбе главврача 30 декабря больница также получила еще два аппарата искусственной вентиляции легких, которые пока не установлены. Теперь в больнице четыре аппарата ИВЛ. Их тоже надо укомплектовать, доукомплектовать, собрать, поставить. Я думаю, что они в течение суток-двое будут уже в ходу работать. У меня сейчас в наличии два аппарата, вот еще два. То есть, в общем, у меня будет четыре аппарата ИВЛ. Это большая проблема, потому что больные, которые тяжелеют, их надо сажать на искусственную вентиляцию легких. При отсутствии аппарата их транспортировать надо в Гудаутскую ЦРБ, в реанимацию. Но не всегда там есть место. Как правило, там даже дополнительные кушетки у них стоят. То есть, где должно лежать там 20-22 человека, лежит намного больше. Колоссальная нагрузка. Естественно, и качество оказываемой помощи тоже страдает в таком случае. Поэтому хотя бы четыре аппарата ИВЛ уже какой-то небольшой выход из положения. На сегодняшний день в Гагарской ЦРБ находится 45 ковид-положительных пациентов. Из них пятеро в тяжелом состоянии. Для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией в больнице также установлены новые аппараты. Из Минздрава также мы получили аппараты ИВЛ буквально недавно. Но, к сожалению, у нас на базе Гагарской больницы наладить реанимационные койки пока не представляется возможным, ввиду того, что у нас нет реаниматолога. У нас есть один реаниматолог, который на сегодняшний день сам ковид-положительный, проходит лечение у нас в стационаре. Поэтому все, что необходимо в отделениях, больные получают. Безусловно, новое оборудование заметно облегчит работу медиков и позволит более эффективно проводить диагностику у пациентов с COVID-19. Сотрудниками УКОН МВД Абхазии изъято подготовленное к реализации наркотическое средство. К содержанию под стражей санкционирован гражданин Давид Папазян, житель села Приморское Гудаутского района. Ему вменяется сбыт наркотического средства в особо крупном размере. Подробности в оперативной сводке Министерства внутренних дел. К содержанию под стражей санкционированы задержаны сотрудниками МВД гражданин Папазян Давид Сергеевич, 1985 года рождения, житель села Приморское Гудаутского района. Последнему вменяется сбыт наркотического средства в особо крупном размере. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УКОН МВД РА был задержан гражданин Республики Абхазия Папазян Давид Сергеевич, уроженец и житель Республики Абхазия. Данный гражданин на протяжении нескольких лет осуществлял так называемые тайные закладки на территории Республики Абхазия, в частности, в селе Верхняя Ишера. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий с участием гражданина Папазян был обследован участок местности в лесном массиве села Верхняя Ишера, примерно в 50 метрах от центральной трассы Псо-Ингур, где обнаружено и изъято уже готовое к реализации наркотическое вещество. В трех местах, ранее сделанных так называемых тайных закладках, находились обмотанные скотчем полиэтиленовой свертки с расфасованным в фольгу светлым порошкообразным веществом. Отправленное на исследование вещество, как установлено в экспертно-криминалистическом центре МВД, является наркотическим средством метадон общей массой 5,280 грамм. Следственно-оперативные мероприятия по установлению всех обстоятельств данного преступления продолжаются. В нами установлены все участвующие лица преступной группировки. Это начиная от организатора, заканчивая так называемые закладчики, то есть исполнители. Ранее они представлялись под никами Мария. Уже в августе этого же года они представлялись под ником Фея. В настоящее время гражданин Папазян находится под следствием. В отношении других фигурантов проводятся оперативно-розыскные мероприятия с целью их задержания и привлечения к уголовной ответственности. Расследование данного уголовного дела, возбужденного по части 3 статьи 224 Уголовного кодекса Республики Абхазия, проводит следственная группа отдела внутренних дел Сухумского района. В честь наступающего Нового года в Министерстве обороны Абхазии прошло торжественное заседание. Указом президента Аслана Бжания подполковнику Александру Жвания присвоено звание полковник. Очередные воинские звания были присвоены отличившимся военнослужащим, которые также были вручены юбилейные медали. Абхазия много добилась за последние годы. В основе всех этих достижений, подвиг, труд, преданность Родине ветеранов Отечественной войны народа Абхазии. В преддверии Нового года мы с благодарностью говорим честь и слава всем поколениям защитников Родины, родной земли. Уважаемые товарищи, развитие вооруженных сил основывается на оценках нынешней и перспективной военно-политической ситуации в стране и в мире. В 2020 году у нас в республике прошли выборы президента, логомандующего вооруженными силами. Президент, правительство республики уделяют постоянное внимание совершенствованию обороноспособности армии, укреплению ее материально-технической базы. И это вселяет уверенность в скором решении задач, стоящих перед нами в ближайшей перспективе. Сердечно поздравляю вас, ваши семьи, родных и близких с новым 2021 годом. Сухумский офис детского фонда ООН ЮНИСЕФ в сотрудничестве с благотворительной общественной организацией КИАРАС передал третью партию гуманитарной помощи семьям в трудной жизненной ситуации во всех районах Абхазии. Семейные наборы включают в себя продукты и питание с высокой пищевой ценностью и средства гигиены. Всего в три этапа гуманитарной помощи с октября по декабрь 2020 года было охвачено около 500 семей с детьми, большая часть которых получала помощь ежемесячно. 140 тысяч рублей выделено главой администрации Сухума Бесланом Эшба на оказание финансовой помощи 14 ветеранам Отечественной войны народа Абхазии, постоянно находящимся на лечении в Республиканском реабилитационном центре в Гагре. Об этом сообщает пресс-служба администрации. Средства выделены из резервного фонда главы столичной администрации. Сотрудники МЧС Абхазии провели очередную инспекцию торговых точек по продаже пиротехники в районе Сухумского центрального рынка. Проверка велась на предмет соответствия продаваемой продукции противопожарным нормам. В некоторых торговых заведениях были выявлены нарушения, составлены протоколы и выписаны штрафы. Сотрудники МЧС встретились с представителями администрации рынка. Речь о том, что на территории рынка запрещено складывать и хранить пиротехнику. Проверки подверглись также торговые точки на площади Свободы у главной елки. В новогоднюю ночь здесь будет нести дежурство пожарно-спасательное отделение города Сухум. А сейчас о погоде. По сообщению синоптиков, в четверг в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью плюс 2, плюс 7, днем плюс 12, плюс 17 градусов. Температура морской воды плюс 12 градусов. На этом информационный выпуск Амшипшара завершен. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok